правда это еще не конец потому что это уж все меня не перестает удивлять конец игре я в шоке просто то есть это еще не конец нам еще нужно будет встречать с кеннери драться что-то а куда теперь то что у нас задание есть вернитесь в челноком да по ходу дела сейчас нам придется награть задницу очень наглую высокомерную задницу я не посмотрю что это женщина потому что у нее не все в порядке с головой раз на такие но такие вещи так хладнокровно смотрят коза работает на правительство значит так значит и с нами до сучка не крашеная так магазин сначала магазин патроны нужны нам нужны патроны много-много патронов так аптечку дать купим но ты коза кендра здоровье сейчас уже и мы не прокачаю все а язык это личная она рисковала твоей жизнью и покинулась добрый добрый предупрый так значит нас здесь припасно сейчас не смог драться да сколько можно так господи о чёрт так-то киандрочка чё будешь без пистолетика делать да сколько можно так сейчас нам с этой тварей драться да так так О боже, я почти не оглохла от этого. Ты что творишь, дрянь? Все твои странного вида... Не знаю, что это такое. Органы какие-то... Или это... соски? Просто... Я вас не понимать. Так схватило, значит, нас, да? Не-не-не, отпусти, отпусти дрянь твою уже. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует... Да блин... Отпусти меня, дрянь такая... Она хочет меня сожрать... И она сожрала меня... Продолжай стрелять, Айзек... Рук нет, чем стрелять... У Кендры была легкая смерть, в отличие от Айзека... Кендра потеряла сознание и... Делал конец... Ладно, пошлите... Уже победим этот разум Роя... Уже все собрали... Пока у нас не активировалась катсцена... Можно отсюда все собрать... Ну, во время боя не обязательно их разбивать... Он сам будет... Пытаться нас поймать... И тем самым будет разбивать... Вот эти вот... Блоки... То есть, если вам неудобно, можете заранее это собрать дело... Так вот я это сейчас придумала... Подумала... Зачем мне париться во время игры, когда я могу сейчас собрать... Да... Я думаю, что вы тоже могли бы... Это все перемотаю я... Это все смотрели мы сегодня... Катсцена наблюдали... Каждый раз, когда пропадаешь... Катсцена активируется... Ее перемотать нельзя, к сожалению... Ну... Я это сделаю для вас... Ну... Кедра получила... По заслугам... И... Нам не нужно думать... В общем-то... Что Кедра увезет обелиск... Этот разум Роя все сделал за нас... А еще минимум тратить патрон... То это вообще замечательно... Ну вот... Понятно, почему я именно вот эти, да... Пузыри... Разбиваю... Потому что, когда у нас кверх ногами держат... Удобнее всего, мне кажется... Ближе всего... Более реально попасть, да... Ну, сначала три пузыря нам нужно... Взорвать и... Потом уже... Кверх ногами все это делаем... Ну а вот Ch suscriпешкой... И никакой тормоз расположен, кому еще пристанец! Усех и талерки! настоящая операция обучилась в ясероке, Усех 7 и 2 Грой ngh�� 3 Так, один пузырь взорвали. Конечно, все на время. Он еще и перезаряжается, понимаете, да? Так, взорвали. И он нас отпускает. И сейчас своих приспешников подкинет нам сюда. Пушка выпала. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что, мы победили, что ли, эту дрянь? Продолжение следует. 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 Я устаю от вот этих вот криков, рычания. Меня, честно, когда я долго играла, меня начинало это напрягать. И когда я уставала, я выключала игру и проходила чуть позже. Особенно, когда пропадаешь и не хватает патронов. Приходилось мне один раз откатывать сохранёнку. Ну, в общем, я вам всё показывала. В общем, игра интересная. В космосе я люблю игры такие. Но это игра на выживание. Шутер. Это не, скажем, такой многосложный сюжет в игре. Не такая сложная игра в плане сюжета. Здесь участвуют и другие персонажи. И мы общаемся через видеосвязь с другими персонажами. С Кендрой и с Хэммондом общались. Но всё равно это просто для того, чтобы нам подкидывали задание. Мы дальше продолжали игру. А я подобного рода игры не люблю. Я люблю, чтобы были какие-то немножко более сложные диалоги. Но эта игра, в общем-то, и не из тех, для которой прописывали какой-то очень интересный сюжет. Это просто страшилка, в которой хочется пострелять и поуживать, кто любит такое. То есть минус это или плюс. Я просто долго не могу в такие игры играть. А когда в спокойном состоянии играешь, в принципе, нормально бывает. И не один раз бывало я вздрагивала, да. Иногда меня это просто раздражало. А иногда вздрагиваю, иногда пугалась. Иногда просто уставала от этих ручаний и от этой озвучки. Но озвучка действительно угнетающая и как раз такая для подобных игр. Но на 4 с плюсом, на 4 я могу поставить. Как я прошла это создание, да. Для того, чтобы, я уже вам сказала, у вас было больше шансов, вы сразу же притягиваете себе с помощью кинезиса вот эти вот блоки и собираете все патроны. Уж до какого уровня вы прокачаны, я не знаю. Если у вас 5 уровня костюм, то это плюс. Если у вас еще там кредиты и более прокачанное оружие, это плюс. Что вы можете покупать и патроны, и аптечки тут очень большую роль играют. Вот первые 2 периода, когда вы 3 этих гнаника взрываете, да, он вас подхватывает, в принципе, несложно. Видна закономерность в том, когда он ударит по вам в следующий раз, да, своими щупальцами. И дальше уже вам нужно либо стрелять без остановки, если у вас патронов много, когда он вас поднимает, потому что там ограничено время, если вы не успеете взорвать 2 последнего наника, то он вас съест. Если у вас есть стазис, то, в принципе, реально. Можете даже не тратить время для того, чтобы убить, отстрелить в ноги, если у вас получится, но не разрывайте 2 существ, которые вам подкинет, потому что вот эти мелкие паразиты, может, они вас и не убьют, но если они в стае нападают, то чаще всего они убивают. Они просто вас будут отвлекать, а пока вы будете с ними справляться, этот разум рой, он вас просто своим ударом сразу же убьет. Поэтому я считаю, что не нужно отвлекаться, там тоже есть закономерность, вам нужно постоянно перемещаться с одной стороны на другую. Первый раз, когда я проходила, я не видела то, что он очень часто открывает свои щупальца и в середине уже второй заход, вы стреляете в середине у него самое уязвимое место, да, там вот эти тоже пузыри, их нужно все расстрелять. Вот, а когда я уже не первый, не второй раз, вот я заметила, что нужно просто вовремя обращать на него внимание. Тогда, возможно, вам не придется в более сложном варианте, как вначале я, убегать от тех шаров, которые у нас запускают. Но на сложном уровне сражаться с боссами это такая, скажем, задача не из легких, и я немножко подустала. Если у вас есть патроны, и вы не пропускали тайники, как я, ну, я не знаю, просто вы видели, у меня постоянно была нехватка, я не знаю, как у вас, состояли на сложном уровне дела, но и кредитов постоянно не хватает, то есть кредиты мы получаем во время боя, когда не можем оспользоваться магазином. Я уже говорила на эту тему. Вот, поэтому такие дела. Зачем и сохранять? Тут сохранюка, что ли, переносить нужно на вторую часть. Не понимаю. А не знаю, мы просто сохранились. В общем, я прошла первую часть. Так что, спасибо за просмотры. Оставляйте комментарии, как вы проходили на сложном уровне, если кто-то из вас проходил. Здесь вторую часть, там уже будете вставлять свои комментарии, свои советы. Всем пока, до встречи и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok